Оля тут варит компот. Раньше мы в школах учились, такой фигни не было. Многие родители нашего возраста не знают этого. Такой примитив. Вообще ништяк. Обязательно стоять вот прям возле кастрюли или можно за стол сесть? Да неважно вообще. Так вкуснее что ли? Прикол в том, что это фирма Матрикс, беговая дорожка. Оля сейчас хочет очень серьезную штуку рассказать. Вот голова это одушевленный предмет или не одушевленный? Ты скажи откуда ты этот вопрос вообще взяла? Чуть подальше. Урок русского языка второй класс. Понимаю. Контрольная работа. Там спрашивают. Вот такой вопрос. На сайтах везде там гуглила и написано, что это одушевленный предмет. Я думала, что это не может быть такое. Ну думаю ладно, там наверное знают. Нажимаю все-таки неправильно. В нашем тесте это был не одушевленный предмет. Ответ правильно получается. В интернет уроке голова не не одушевленный предмет. А на других сайтах везде я смотрела. Там везде одушевленный предмет. Да вообще это тупой вопрос для начала. Ну да. Начнем с этого. Зачем второклассницу спрашивать? Ну вообще к чему этот вопрос? Ну это что за задача какая-то была? Что это такое? Русский язык, одушевленный, недушевленный, столк. Ой, ну спрашивали бы просто человек там, не знаю, попугай, стол, стул. Да, и там вот эта голова. Да, то голова нога, блин. Думаю так, если голова, ну если к человеку это относится или к животному там, ну у животного голова не может быть, наверное. В общем, я решила послушать. Нет, у человека голова же тоже отдельно не существует. Как так вообще? Ну у меня-то в понятиях голова должна быть на месте, как бы. Вот, но я тоже подумала, что это ну как бы не одушевленный предмет, потому что думаю в этом подвох, скорее всего. Кстати, мы когда уроки делаем, мы ищем какие-то подвохи такие. Вот это еще одна фишка. Вся школа состоит современный из подвохов. Да, там нужно сначала узнать, где тебе наврали. Там постоянно вот эти вот ответы, где врут, и ты должен там выбрать, где не врут. Вот это вот. Раньше мы в школах учились, такой фигни не было. Вот этих подвохов не было. Там было конкретно. Измерь вот это, узнай это, скажи то-то. Если тебе что-то спрашивают, то конкретно это и спрашивают, да? Да. А сейчас любой вопрос подразумевает какую-то подставу. Да. И не только это. Вот Милана у нас второй класс. И Эдвин у нас сын шестой класс. А там вообще жесть. Одна все состоит из одних подстав. И при этом еще двойные-тройные подставы. Да. У меня папа помогает сыну. Получается, дед с внуком сидят математику учат. А отец у меня по математике ну просто гений, можно сказать. Вот. Знает это вдоль и поперек ее. Ну просто уже в шоке от этой математики. Говорит, это не математика, а какой-то ребус с загадками. Да. Нужно еще понять, что это там. Да. Непонятно, чего вообще хотят. Дали вот один плюс один. Математика, чтобы в итоге можно было что-то строить. Да. Строителем стать. Архитектором. Физик там. Я не знаю, что-то. А вот это современная математика вообще непонятно. Учит, это подставы какие-то делают. Я всегда удивляюсь, почему нет каких-то уроков там, допустим, по готовке, да. Ну там, допустим, из чего состоит борщ. И ребенок должен знать вот это, вот это, вот это, вот это. Да. Лучше спросили про борщ. Да. Как, например, вырастить... У тебя хлеб ставили кучу. Лучше бы, да, вот. Когда лучше сажать морковь там, да. Я вот не знаю даже. Я бы сама себе учила. Да, как сделать вкусный хлеб для начала. Да. Как испечь хлеб там, да. Как сшить что-то. Таких вопросов вообще нету, да, вот. На уроках. Да. Ничего связанного с действительностью нет. Но вот почему у лошади, я не знаю, на правой части голове, нано, волос находится, какую-нибудь такую чушь спросит, что вообще ребенок не врубается. О чем идет речь? Зачем это вообще надо? Ну, приводишь пример, как раньше, да, на яблоках. Мы кушаем яблоки, спроси про яблоки. Вот у тебя одно яблоко, второе яблоко там. И еще, например, вот кому-то русский заходит, кому-то нет. Ну, и вообще, мне кажется, ребенку нужно спрашивать. Ну, ты хочешь вот это понять, как вот строится предложение и все вот это вот, да? Ну, то есть он писателем, может, хочет стать. Тогда, пожалуйста, вот тебе на углубленный этот русский. Русский нужен, конечно, но не до такой степени, не во втором классе, я считаю. И вот, например, мне тут вот сейчас Милана заболела, мне интересно, почему нет такого предмета, например, здоровья, да, где, например, говорилось бы, что она должна себе какую первую помощь, да, оказать, например. Ну, да. Пить воду и вот примитивно, чтобы ребенок знал, когда ему плохо, что ему делать, там, померить температуру, чтобы он прям вот по пунктам знал, что ему делать. Ну, это все оставили эти вопросы, якобы родители должны и не дождаться никого. А первое, как-то помощь там себе оказать. Вроде примитивная такая штука, воды попить, да? Да. Но даже вот эту тему, вот сколько мы родителей, я заметил, многие родители нашего возраста не знают этого. Да. Такой примитив. Воды, больше воды дать. Они не знают этого, вот не представляете, да. И говоришь, вот дайте больше воды просто. Основа это. Круговорот воды через организм пройдет, выгоняет, потеет, восстанавливается опять организм за счет воды в этот момент. Даже не еды, а воды. И люди так, типа, ну, что ты вообще ешь? Какая вода, блин? Да, таблетки нужны, чего-то нужно. Непонятно, чего хотят вообще, когда тупо дайте воды человеку. И все. Контролируйте процесс вот этого с водой связанного. Ладно, это все фигня. Подержи. Что? Вот что я хочу показать. Так-то я включил камеру для другого, а Оля тут начала басни Крылова рассказывать. Ты сам меня попросила, если все равно. Я вообще-то кушать собралась. Тут другой спор вообще. Я тут, значит, стою, вот взял кусочек хлеба, беру вот, короче, картошку, вот так вот мажу картошку, пюре. Только что вот Оля сделала, прикольно, тепло пюре, с вкусным хлебом, вот так вот мажете, вот так вот кушаешь. Еще офигенная тема. Уберете еще чуть-чуть вот так вот соль. Подкидываете сюда. Вообще ништяк. Обязательно стоять вот прям возле кастрюли, или можно за стол съесть? Да неважно вообще. Так вкуснее, что ли? Прикол в том, что Оля мне говорит, положи нормально на тарелку и нормально поешь. Че ты? Возьми супа поешь. Ну, в общем, нормально. Я вот сейчас стою и вот кушаю, вот мне вот это нормально. Офигенно. Вот именно вот так вкусно. Вот если я сейчас эту картошку положу в тарелку, возьму кусок хлеба и буду кушать, ну, как обычно, да? Вот я не хочу сейчас кушать. Ну, вот так вот сесть, кушать не хочу. А, я тоже сказал, я не хочу. Но я ровно столько же буду тут съесть вот таким образом, и почему-то не знаю. Вот так вот кушается, и все это как будто как чипсы какие-то. Кто так же кушает? У вас есть такая проблема? Нет? Мне так очень вкусно. Это мы в детстве всегда так. Раз, 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 берешь вот это и бежишь на улице. Сейчас, пацаны. Сейчас идущи опять всех, сейчас. А если попросят? Если укусит, попросят? Ну, отрываешь, даешься. Я бегу. Подождите меня. Вот эта фигня остается на всю жизнь. Не знаю, у вас есть такая тема или нет. Пишите. Ну, а теперь нужно чуть-чуть пробежаться. Физкультура рулит. Ну, а теперь нужно чуть-чуть пробежаться. Насколько возможно, уделяю время физкультуре. Но не могу сказать, что прям столько, сколько нужно. Вот реально понимаю, что нужна физкультура. Но при этом понимаю, что это время можно потратить на развитие, заработок. Сейчас у меня цель заработать. Сделать, чтобы все было устаканено. Чтобы все было стабильно. И чуть позже я уже буду внедряться в физкультуру. Буду посвящать время больше этому процессу. В принципе, тут ничего сложного нету. Просто распределение времени. У меня все в жизни должно быть по порядку. Я ставлю какие-то себе цели. Начинаю их выполнять. И делаю это максимально качественно. А так, чтобы между делом не моя движуха. Отличные тренажеры. Это фирма Матрикс. Беговая дорожка. При этом она может подниматься и создавать уклон. Не могу похвалиться, что прям каждый день на этой беговой дорожке. Но могу похвалиться, что прям отличная беговая дорожка. Мне очень нравится. Вот такой есть еще тренажер. Садитесь, крутите педали. Еще парочку тренажеров я привезу, установлю. Но пока... В общем, ремонт идет. Второй год я уже занят заработком, ремонтом. Семейное выстраивание системы. Дети и все такое. И в этом круговороте очень мало времени посвящаю себе. Тренировочкам. Но чуть позже я этим делом займусь. Также у меня здесь расположился чувак, который делает у меня хамам. Мастер. Ему, в общем, неудобно ездить. Далековато. Он говорит, давай этот... Здесь буду оставаться. Лежаночка есть. Здесь у меня в гостевом доме пока не готовы. Кровати для гостей. Тут тоже относительно недавно ремонт сделал. Зато есть здоровенный мафон. Он может здесь слушать музыку с басами. В общем, поставили здесь лежанку. Здесь уютненько. Нормально все. Такой вот спортзальчик здесь. Тут он расположил свои инструменты. Спецовка. Он валяется. Здесь у меня тоже всякий хлам пока, который тоже все это дело я уберу. Это нужно убрать, потому что у меня в процессе гараж делается. В гараже все, что нужно для строительства хамама, гостиной. И вот скоро гараж у меня освободится. Я там уже сделаю полочки. Все облагорожу. И вот это все дело у меня уйдет туда. Здесь я зачищу. Все будет красиво, четко. А пока вот временно организовали здесь человеку чайник, кофеечек. Питание хорошее. У меня супруга готовит. И человек нормально здесь питается. Ровно так же, как и мы питаемся. Здесь водички я купил сразу. Баллон большой, чтобы была хорошая вода. Вот. Такой вот процесс. И тут сильно прям не потренируешься. Потому что, ну, мастер приходит здесь, отдыхает и все такое. И тут как-то это все дело не в тему получается. У меня с детства такая вещь, что... Я поставил цель. Я ее обязательно добьюсь и сделаю это. В общем, как там буду пробиваться и обязательно сделаю. Вот. Но... Минус, как бы, может быть это минус, может быть и нет. Минус заключается в том, что я не берусь делать те вещи, на которые не хочу, не хочу и сейчас направлять свои мысли, свое время, свою энергию. И вот, беру несколько задач, выполняю. Понимаю, что я их выполнил. И только после переключаюсь на что-то другое. А так, бегать за миллион зайцами и ни одного не поймать, это неправильно. Поэтому между делом физкультура, но я понимаю, что это, конечно, надо. Но я понимаю, что мне нужно зарабатывать. Так что идем зарабатывать. Побегали. Потренировались. Все. Теперь заработок. Что, получается играть? Ну, вообще, да. У нас, знаешь, типа нам нужно поднять дивизион. И когда у нас будет какой дивизион, чтобы там... Восьмую дивизион, когда будет, мы будем участвовать в World Cup. А это переводят как чемпионат и еще такое. Турниры. Вот. Там есть призовые фонды. Так что какое-то там месяц займем. Мы можем получить какую-то сумму. Но еще не факт. Нам еще надо нормально научиться играть. А команда у меня уже есть. Вот пока что с тем этим лутуемся, развиваемся. Вот. Так что у нас цель дойти до восьмого дивизиона. Ну, это сложно, да. А сейчас какой у тебя? Сейчас у нас четвертый. Такой же путь надо пройти, и мы уже дадим до восьмого. Оля тут варит. Компот. Малиновые. Еще какой-то. Вишня и малина. А шиполнинг еще. Так вкусно пахнет. Прикольно так смотрится. Так убавить. Компот готов. Сейчас он остутится. Мутные замуты, морозы лютые. А у нас компот. Да, аромат такой. Да. Оля вдруг вспомнила, как мы в Армении заказывали на сыване компот армянский из малины. Так он охлажденный приносился, да, со льдом. Ну, Юля решила так же. Ну, тогда не варила из-за малины компот. А тут вспомнила, что мне понравился. Почему бы не сделать? В России же делают вроде компот. Варенье в основном. У меня как-то отложилось все варенье малиновое, а компот нет. Компоты бывают разные. Малиновые и не малиновые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова